Продолжение следует... 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 Это чаще всего наиболее квалифицированные инфекционисты, сотрудники кафедр, которые также нарабатывают опыт. Очень интересный стык специальностей, потому что по сути своей ни один даже очень профессиональный грамотный онколог не имеет такого опыта в области инфекционных заболеваний, как инфекционист. Банально это вопрос умения насмотреть тысячи сыпей, умения насмотреть тысячи различных состояний инфекционного характера. А с другой стороны, инфекционист-классик, который работал в инфекционной больнице, он не видел, что такое инфекция в состоянии глубокой иммуносупрессии. Он не видел этих особенностей, что такое инфекция у пациента с абсолютным числом нейтрофилов, например, менее 50 в пилиферической крови. Ну и это очень важно, потому что инфекции там чаще, тяжелее. Реальный риск того, что инфекция отсрочит или отменит курс химиотерапии, что повлияет на выживаемость. И уже сейчас мы видим по некоторым выборкам по COVID-19, те пациенты, которые должны были получать, например, курс консолидации по поводу острого лейкоза, и этот курс консолидации был отодвинут, их выживаемость резко снижилась. И не из-за COVID-19, а из-за того, что COVID-19 отодвинул, сдвинул назначенный курс консолидации ремиссии, например. Это повлияло на выживаемость этих пациентов. Какие же клинические особенности у пациентов с нейтропенией на фоне химиотерапии? Ну вот они здесь перечислены на слайде. Это очень вариативная ситуация. Но что мы чаще всего видим, это отсутствие лихорадки, классического признака инфекционного заболевания. Инфекционный очаг плохо определяется, не специфичен, картина малосимптомна или асимптомна, и манифестация может быть очень часто гипотензивной формы. Часто сепсис у этих пациентов и несколько случаев яркого синегнойного сепсиса, который мы регистрировали у пациентов с нейтропенией, начиналось с резкого эпизода гипотензии, абсолютно без лихорадки. И лихорадка могла уже не появляться вплоть до летального исхода, к сожалению. Что очень характерно и очень важно практически, когда мы оцениваем риски и возможность катетеросоциированной инфекции у этих пациентов, изменения кожи вокруг катетеров могут быть весьма слабыми или даже отсутствовать. То есть когда мы ведем пациента с сепсисом, у которого есть сосудистый катетер в онкологии, помним, что визуальные признаки, они всегда говорят о том, что действительно есть такая ситуация. Вот если так очень кратко пройтись, а мы будем сегодня говорить о спектре заболеваний у пациентов на фоне химиотерапии, мы видим и вирусные состояния, и грипповые, и более подробно пойдем по бактериям. Почему так важно помнить терминологию? Почему важно говорить на одном языке? Потому что этот один язык позволяет унифицировать подходы к состоянию. На слайде вы видите определение термина фибрильная нитропиния. И я все-таки как клиницист больше придерживаюсь именно вот этого термина. Когда мы говорим нитропиническая лихорадка, мы имеем в виду чаще всего то же самое. Но все-таки это более унифицированный подход, и когда мы выступаем где-то и пытаемся работать с иностранными нашими коллегами, у них это везде фибрильная нитропиния. И вот этот наш подход, он позволяет нам немножко говорить с ними на одном волне. А это именно, как вы видите со слайда, однократно измеренная оральная температура выше 38,3 или выше 38 на протяжении не менее часа. У пациента с абсолютным числом нитрофилов и терапевтической крови менее 500 клеток микролитра. Или очень интересно, с высокой вероятностью снижения АЧН. А вот это зависит от опыта и квалификации доктора. Потому что, зная определенные блоки курса химиотерапии, грамотный специалист может обозначить, что в течение следующих двух дней абсолютное число нитрофилов у этого пациента упадет ниже 500. То есть эти вещи можно прогнозировать в большинстве случаев. Нам сейчас кажется очень студенческим вопрос, что снижение нитрофилов крови влечет риск повышенной развития инфекции. Казалось бы, что тут нужно доказывать? Это знает любой студент, начиная со второго курса, когда начинает изучать функцию нейтрофилов. И, казалось бы, о чем разговор? Так вот так было не всегда. И в середине 20 века тот человек, который по сути своей поставил знак «равно» между нейтропенией и инфекционными осложнениями, это Джеральд Боди. Джеральд Боди – это специалист, соответственно, легендарный из медицинского центра MD Anderson в городе Техас. Я думаю, что онкологи прекрасно знают, это один из крупнейших онкологических центров в мире, который сам по своей специальности был онкологом, не инфекционистом. Но он обработал большой объем данных и доказал вот этот вот процент дней с инфекционными эпизодами, мы видим с вами на слайде, в зависимости от уровня нейтрофилов. То есть у пациентов, у которых их меньше сотни, более половины всех дней нахождения в стационаре сопровождалось инфекционными процессами. Ну, кстати, Джеральд Боди прожил яркую жизнь и был не очень легок в общении. И я призываю наших молодых коллег, когда идет какая-то научная дискуссия, всегда уважать друг друга, потому что дискуссии рано или поздно заканчиваются, а человеческие отношения остаются на всю жизнь. И вот, в частности, вот это сочетание борьбы Джеральда Боди и Дональда Армстронга, двух великих специалистов в области онкологии, гематологии, у которых были принципиальные позиции. Что делать с пациентами на фоне нейтропинии? У пациентов, у которых в периферической крови 50 нейтрофилов, 0 нейтрофилов, мы такое тоже видим. И одна из позиций была вставлена на слайд. Вот его, этого пациента, нужно обеспечить ему такие стерильные условия, чтобы ни один микроб из внешней среды к нему не попал. То есть, стерильный воздух, стерильная еда, стерильное питье, никаких контактов с внешним миром. То, чем он дышит, что он ест, все это должно быть безмикробное. То, что пытались много лет достичь. И тогда все будет с ним хорошо. Несмотря на то, что у него нет нейтрофилов, у него не будет инфекции. Но это не сработало. Не сработало по одной простой причине. Наш кишечник наполнен огромным количеством микроорганизмов. Наши легкие наполнили микроорганизмы. Кожа, мочеполовые пути. И просто показали работой, что вот эта вот стерильная полностью среда, она меняет спектр этих инфекционных осложнений. Они больше идут в сторону грамм-минус, и они больше идут в сторону эндогенных, громотрицательных бактерий, происходящих из кишечника. То есть, эти прорывные инфекции, как правило, флепсиэла, как правило, эшевихиаколи, и проще громотрицательные бактерии. Также мы говорим о том, что как важно говорить на одном языке. Категории резистентности. И важно онкологам говорить на одном языке, когда вы говорите о том, что вот у пациента высеет на бактерии определенная, что это за такая бактерия. И надо понимать, что на сегодняшний день значительное количество бактерий в онкологических, гематологических отделениях – это чрезвычайно резистентные бактерии. К сожалению. Те бактерии, которые устойчивы, по крайней мере, к одному препарату во всех категориях антимикробных лекарственных средств с исключением одной-двух. Классический пример. Остаются только колистин для лечения и карбопинер. То есть это чрезвычайно резистентная бактерия. Две категории остались эффективны. Все остальные – данные. Ну и панрезистентные бактерии. Это то, что надо доказывать каждый раз. И наш университет известен своей школой микробиологии. И в частности, один из методов, которым прекрасно владеет кафедра микробиологии Гомельского государственного университета – это метод микроразведений, который позволяет истинно обозначить уровень резистентности вот таких вот достаточно сложных бактерий, в том числе панрезистентных. То есть стандартными методами это будет очень и очень сложно. Ну и эмпирическая антибактериальная терапия – это основа, которая должна быть в любой ситуации. Потому что, когда мы говорим о том, что мы редко выделяем микроорганизм вообще в медицине, то в онкологии, в гематологии они выделяются крайне редко. И более того, выделенный микроорганизм он требует дополнительной трактовки истинности его клинического значения. Поэтому без вот этой вот стрелы, направленной, когда говорят «вслепую немножко», но вслепую, понимая, куда ты ее направляешь, без нее мы не сможем двигаться вперед. Какие же исторические подходы к антибактериальной терапии у пациентов с нейтропинией? Классический подход традиционный – эскалационный. Он применяется сейчас несколько меньше. Универсальная профилактика вторхиналонами у пациентов группы высокого риска. А я напомню, что это пациенты с нейтропинией менее сотни или с длительной нейтропинией. Это тоже очень важно понимать. И при развитии лихорадки – это, как правило, цеплоспорины третьего-четвертого поколения, в том числе антисенегнойные, как видите на слайде, или антисенегнойный пенициллин, усиленный пиперциллин-тазобактам, или, опять же, сульбактам, содержащий препарат, который сульбактам, как мы знаем, наиболее эффективный антибиотик в плане цинитобактер, баума, неассоциированных инфекций. Грамм плюс. Мы видим, практически ничего не закрыто. Так вот, грамм плюс массово не рекомендуется добавлять, когда мы говорим о ванкомицине. Рутинно добавление, опять же, аминогликозидов также не советуется. И все-таки старались сохранять карбопинемы в резервах. Вот эта группа высокого риска, это, опять же, ЕСИЛ, European Consolidation Infection in Leakimi, это Дина Авербух, известный специалист из Израиля. И это тоже протоколы, которые не так часто меняются, но делаются одной из лучших групп экспертов в мире по инфекциям в данной ситуации триллийкоза. Но они распространяются вообще на нейтропиничных пациентов в целом. И вот высокая группа риска, опять же, в этой ситуации уже на сегодняшний день начало идет, как правило, с карбопинемы. Без этого никак, да, но рассматриваются возможные варианты сочетаний или замены на антисенигнойные, я повторюсь, пенициллины, или антисенигнойные цифалоспорины. К сожалению, все больше и больше начало сегодня с карбопинемы. Какие же эти злые ребята, злые микробы, bad bugs, как говорят по-английски, у пациентов с фибрильной нейтропинемой. Эта группа Escape, больше 10 лет прошло этому названию, оно до сих пор актуально, к сожалению. Название Общества инфекционных заболеваний Америки, IDSA. И это ванкомицин-резистентный энтерококк, пециум, золотистый стафилококк, кластридиоиды с дефицили, кстати, название уже поменялось, его по-прежнему пишут вот так вот часто, но называется оно уже по-другому. Микроб называется кластридиоиды с дефицили. Неферментеры, а санитобактер, синегнойная палочка, и группа энтеробактерий, где, к сожалению, уже начинает доминировать в большинстве стационаров клепсиела, неумония, в том числе карбопинем-резистентная. Уровень этиологической расшифровки. Мы видим с вами без микробиологического диагноза 67% пациентов. А какие годы исследования? С 70-х годов по 90-е. Это Европейское общество исследования рака. И до сих пор так остается. Две трети инфекционных процессов не подвергаются микробиологической расшифровке. Какие же остаются факторы выбора эмпирической энтеробактериальной терапии? Прежде всего, локальная эпидемиология. Знание того, что высевается в отделении. Как важен локальный микробиологический мониторинг? Один из первых вопросов, когда консультант-инфекционист появляется в онкологическом отделении, он спрашивает у заведующего отделения, а где у вас на столе лежат высевы за последний месяц? Что у вас вообще высевалось в вашем отделении микробиологически? А как часто вы общаетесь с заведующим микробиологической лабораторией? И от этого зависит успех в вашей ситуации. Какие профили циркулируют в этом обновлении? Колонизация или инфекция в анамнете? Крайне важна преемственность в медицине, крайне важна преемственность в онкологии и гематологии. Иметь этот эпикрис, расширенный, иметь этот звонок от коллеги, который может сказать, что три месяца назад этот пациент был госпитализирован по поводу блока химиотерапии очередного, и у него высевалась изо рта корбопинем-резистентная клипсилонемония. Или высевалась из ануса корбопинем-резистентная клипсилонемония. И вы уже поймете, что начинать здесь корбопинемов будет очень и очень мало инфицирован. Вот эти категории колонизирующих микроорганизмов, которые нужно учитывать, которые нужно знать, и которые помогут подсказать, какой антибиотик назначить, когда пациент высоко за температурой. У кого же есть высокий риск высокоустойчивой, чрезвычайно устойчивой инфекции? Опять же, центр с высокой распространенностью MDR-XDR-патогенов, предшествующая MDR-XDR-инфекция и колонизация MDR-XDR. Достаточно важно не экономить на обследовании эпитопов на колонизацию, особенно у пациентов, которые пройдут высокодозные схемы химиотерапии, которые пойдут на кондиционирование перед трансплантацией костного мозга. Это крайне-крайне важно. Ну и вот то, что мы говорили, начало с карбопинема, к чему мы пришли на сегодняшний день, это закрытие наиболее жестким, наиболее сильным набором антибиотиков в сочетании карбопинемом с анти-марсиагием. А уже потом, когда пациент гемодинамически стабилен, при получении результатов микробиологического исследования или даже при отсутствии, но при стабильности можно деэскалировать, сужать. Как правило, первое, откидывается как раз анти-марсиаген. Ну, очень частое начало, например, антисинеигнойный карбопинем, меропинем высокодозно, плюс анти-марсиаген, ленизолит. Это один из наиболее классических вариантов этой ситуации. Главное не держать на этой схеме пациента 10 дней, потому что как только мы видим, что есть гемодинамическое улучшение, он стабилен, думайте, в каком направлении пошла ситуация, грамм-плюс это или грамм-минус. Если все-таки это грамм-минус из кишечника чаще всего, то зачем здесь мы не заметим? Если это был грамм-плюс, то это или катетер, или это кожа мягкие ткани, или это пневмония. Опять же, есть достаточно четкие моменты. То есть мы видим с вами снова ЕСИЛ, и вот этот вариант деэскалации, начало с пробопилемом, плюс антимрса, вот этот вот набор факторов риска. На сегодняшний день, к сожалению, почти во всех центрах этот набор имеется. Грамм-плюс. Вот этот набор наш прекрасный, ванка, ленизолит, текопланин. Кстати, текопланин прекрасный антибиотик, который незаслуженно забывают иногда при назначении. Чем он отличается от ванкомицина, коллеги? Есть что-нибудь отличие? Вот где бы вы назначили ванка, а где тейка? На самом деле, ванка это один из самых токсичных антибиотиков в плане нефротоксичности. И очень интересная с ним ситуация по его фармакокинетике. То есть мы знаем стандартное дозирование ванкомицина по грамму два раза в сутки. Стандартное дозирование у взрослого человека. Но, к сожалению, при этом режиме дозирования достичь МПК в крови достаточного не получается у большинства пациентов. То есть его нужно дозировать больше. А все, что больше, это уже нефротоксично. То есть у него очень маленький терапевтический интервал. То есть шаг от терапевтической дозы до токсичной дозы очень короткий. То есть на этой дозе у вас еще нет эффекта, а на этой уже есть токсичность на почке. Поэтому один из вариантов решения это текопланин. Гораздо менее нефротоксичный препарат. И, кстати, успешно выпускаемый белорусом, что тоже важно заметить. Долгое время текопланин не хотели принимать американцы. И одна из причин это был антибиотик, созданный, разработанный не в США. Последнее время большинство антибиотиков создаются новых в США. Но этот был создан итальянцами в Италии, исследовался там. И долгое время он не хотел признавать FDA, хотя в Европе он уже использовался. Но вот сегодня он используется по всему миру, доказал свою эффективность. Ну, опять же, доптомицин, известный препарат, кубицин оригинальный. Когда же, когда же есть критерии? Ну, опять же, козетеросоцированной инфекции. Колонизация МРСА, ВРЕ или устройчивым с реплококом мемонией. Пациенты в шоке септическом здесь мы должны сразу назначать. Пациенты с пневмонией, пневмония, риск грамм плюс очень высок. Инфекция кожи мягких тканей, грамм плюс однозначно риск высот. Ну, и резко выраженное повреждение слизистых оболочек. То есть, то, что мы называем с вами мукозит. Резко выраженное повреждение и у пациента, в том числе, на профилактике в торхинологии. Итак, менеджмент инфекций на сегодняшний день онкологии, гематологии, это инфекционный контроль. И дай бог, чтобы у нас были такие специалисты в ближайшие годы. Дай бог, чтобы те выпускники, которые заканчивают вуз в госпитальность и медико-профилактическое дело, были специалистами по инфекционному контролю и реально помогали клиницистам в стационаре. Более того, очень важно для онкологов, чтобы тот человек, который работает у них в центре в должности госпитального эпидемиолога, не ходил снимать мазочки со шкафа в ординаторской, а реально участвовал в клиническом процессе и выявлял особенности вспышки в отделении, выявлял, что происходит, почему в отделении за последний месяц пять человек погибло от сепсиса. Что это за история? Где нужно поменять? Это вопрос интенсивной терапии, это вопрос механической вентиляции и это вопрос банально того, что, я извиняюсь, в ординаторской редко меняют полотенце, что тоже мы видели. Знаете, и один из примеров, который я делал, когда в составе мониторинговой группы выявлял РНПЦ-онкологии и медицинской радиологии в городе Минске, я заходил в девять утра в ординаторскую, смотрел на полотенце и заходил в двенадцать дня и смотрел на полотенце. Мне было интересно, кто-то моет там руки вообще или не моет? Потому что часто оказывалось, что полотенце висит абсолютно точно так же, то же самое, им никто еще ни разу не пользовался за полдня. Это тоже грустно, коллеги. Идеально, конечно, чтобы там были одноразовые для обработки рук, а не полотенца. Но вообще руки мы полезны для всех. Терапия. Здесь требуются глубокие знания антимикробной терапии, конечно, глубокие знания диагностики и целевая профилактика. Деколонизация. Очень интересное направление, которое до сих пор находится на стыке науки и практики. Что делать с пациентами, у которых мы знаем уже есть факторы риска. Например, у пациента ректум сеется корбопинем-резистентная калипсиол-неумония, а ему через неделю, например, получать курс, ну, допустим, флакида, например, гематологии. Мы знаем, что там будет все плохо у него с нейтрофилами, мы знаем, что у него будет мукозит, и мы знаем, что он колонизирован к корбопинем-резистентной бактерии. Можем ли мы как-то снизить риск, который у него будет? И есть подходы интересные. Когда-то поколение постарше может вспомнить, когда продавался препарат калистин в форме таблетированной. Это было немецкого производства препарат, который делался специально для онкологов, и он делался для целевой кишечной деколонизации или деконтаминации от некоторых громадобязательных бактерий. Был такой этап. Сейчас рассматривается целый набор препаратов. Многие из вас слышали о препарате рифоксимин или альфа-нормикс. Это препарат, который не обладает всасыванием в кишечнике, но формирует высокие концентрации с попыткой деколонизировать кишечник от вот этих вот нехороших бэт-бакс, чтобы не допустить прорывную инфекцию из кишечника у пациентов на фоне химиотерапии. Вот такие интересные истины. Грибковые инфекции. Онкологи, гематологи и некоторые инфекционисты, это, наверное, единственные специалисты в медицине, которые что-то понимают в грибковых инфекциях. По-серьезному что-то понимают. Пусть не обижаются у меня дерматовенерологи, которые занимаются поверхностными инфекциями, но когда мы говорим с вами о аспергеллезе, когда мы говорим с вами о кандидемиях, истинных кандидемиях, когда мы говорим с вами о мукормикозах, мукоралис, то это видят реально только онкологи, трансплантологи, гематологи и в редких случаях инфекционисты. Какой же подход сегодня в основном предлагается в большинстве стационаров? Это диагностически обоснованная противогревковая терапия. То есть, раньше, как только пациент, например, не отвечает 72 часа на антибиотики в онкологии, предлагалось автоматически добавлять противогревковый препарат. Всем причем добавлять, но нет ответа на антибиотики, значит это грибы. На самом деле все немножко сложнее. Все-таки более эффективно и главное дешевле, для всех дешевле, и клинически дешевле, и экономически дешевле. Решать эти вопросы на основании клиника микробиологических и радиологических данных. Вот какие же триггеры есть этого подхода? Микробиология. Галактаманан, сыворотки крови или бал. Идеально, конечно, это бронхоальвелярный лаваш. Это идеальная ситуация по показателям диагностическим чувствительности специфичности галактаманана в Бали. Это большая доказательная база в пользу астергелеза легких. А сыворотки чувствительность меньше. К сожалению, чувствительность меньше и выходит из легких он в кровь не так часто. Бета-Деглюкан. Очень интересно, достаточно широкий маркер, который вообще специфичен для грибов, но не позволяет вам предложить, что же это за грибковая инфекция. Кандидемия это или аспергелез. А это принципиально важно. Принципиально разный подход к эмпирической терапии данной инфекции. Ну и выделение грибов из стерильных локусов. Соответственно, список здесь представлен. Клиника радиологии. Новый легочный фильтрат рефрактерной к антибактериальной терапии. Вот здесь уже надо задуматься и задуматься в первую очередь о аспергелезе. Риносинусид кожный мозговой гепатосменический или ЖКТ очаг. Опять же, думаем о аспергелезе. Очень важный момент. Клиника инвазивного микоза, критерий РТС, это один из вариантов. Ну и тяжелый сепсис или шоковое состояние у пациентов, не получавших противогрибковую профилактику. Надо вспоминать о кандидемии в этой ситуации. И в этой ситуации в первую очередь надо думать, конечно, о эхинокандинах, как и одних из наиболее эффективных препаратов в отношении кандидемии. Как же выбирать? Эмпирически тоже у нас тоже ничего не сеется, ничего не растет. Более того, когда мы говорим о грибах, грибы растут дольше, все микробиологи знают, что когда вы хотите вырастить гриб на чашечке Петри, то это надо не через 5 дней выкидывать эту чашку, а ждать 10, а иногда 12 и 14 дней. То есть, когда в микробиологии утилизируется в лаборатории на седьмой день или на восьмой чашка Петри, то очень часто там просто еще не успел вырасти гриб по большому счету. И вы как онкологи должны помнить, что вы не просто пишете посев, а на что? Что вы хотите там узнать? Посев на грибы под вопросом. И микробиолог будет знать, что эту чашку Петри или эту культуру, которую вы принесли, ее надо держать в культиваторе 10-12 дней. Не подождать, не выкидывать, может быть, что-то выросло. Вот этот выбор. Легкие, риносинусид или увеличение ценности. В первую очередь аспергиллоз. Или мукоралис гораздо реже, на самом деле мукорникозы, все-таки это более детская онкология, гематология, но у взрослых тоже бывает. Чаще, конечно, у детей. Выбор, слово аспергилла, выбор номер один, соответственно, что мы назначаем? Не стесняйтесь. Аспергиллоз легочной. Какие варианты? Аспергиллоз, ворика, вориконозол это основа, основа терапии. Если вы слышите слово аспергиллоз, всегда вориконозол. Но мукоралис, мукормикозы, эти страшные заболевания, кто из вас, а я думаю, что большинство из вас никогда не видели мукормикоз в своей жизни, можете погуглить, как сейчас модно говорить, набрать мукормикоз лица, мукормикоз черепа, и посмотреть, что такое страшное заболевание грибковое у онкопациентов, которое начинается, например, с пазухи, с синуса и выедает полость глаза, глазницу, потом выедает черепную ямку, то есть оно прогрессирует как опухоль, и победить его очень сложно. И вот это амфоторицин B. И, конечно, липосомальные, вообще липидные формы амфоторицина B это наиболее в этой ситуации безопасный вариант, что дозы большие, токсичность высокая, поэтому липидные формы. Легочный инфильтрат, триносинусит, однозначно вариканоза, это аспергилл. Энтероколит, подумать надо о дрожжевых грибах, ну и необъяснимая лихорадка и положительный галактамонан в сторону, опять же, аспергиллеза легких. Вот красивый такой, да, микроскопия с окраской по грану, то, о чем часто забывают предыдущие врачи, в том, что не только посевы есть, а то, что вы на втором курсе все делали, красили по грамму и смотрели в микроскоп. Это нужно уметь делать. Я не говорю, что вы должны сами у себя в ординаторской поставить микроскоп и красить по грамму, но об этом надо сказать, об этом надо попросить микробиолога в лаборатории, позвонить ему и сказать, что может быть не надо ждать 5 дней, а можно взять этот мазочек, например, и взять этот ликвар, покрасить по грамму и сказать, что там, грамм плюс или грамм минус, да, вдруг там диплокок, как на этой картинке. Кстати, что это был за диплокок? Интересно. Какие есть идеи? Это ликвар. Ликвар пациента с менингитом. Пневмококк. Нет. Пневмококк. Это стриптококкус неумония. Это стриптококкус неумония в ликваре, да. Видите, как он плотно усеял ликвар. Это, кстати, онкопациент, онкологический пациент с гнойным менингитом пневмококковым. Почему это важно? Куда там, как говорится, национальный календарь процедактических прививок к онкологам? Зачем он онкологом? Это национальный календарь. Тем более, здесь вот дети, как вы видите, до 6 лет а потому что впервые в Беларуси в 18-м году онкопациенты, это дети, внесены в национальный календарь обязательной вакцинации пневмококковой вакциной. То есть, те дети, которые проходят лечение в РПЦ детской онкологии, гематологии, иммунологии, вот видите, они на втором, четвертом и 12-м месяце обязаны получать прививку от пневмокококок конъюнгированную для профилактики вот таких вот гнойных менингитов и вот таких вот тяжелых пневмоний. Это не значит, что взрослые не должны. Взрослые должны тем более. Но пока у государства есть средства, чтобы обеспечить это детям. Это очень дорогая прививка. Одна доза стоит порядка 70-80 долларов США. Но, когда мне говорят дорогая, я сразу думаю в онкологии, сравнительно моноклональных антител, сравнительно факторов некроза, сравнительно новых агентов. насколько дорого три прививки по 70 долларов. Когда мы сравниваем со стоимостью химиотерапии, со стоимостью специфической терапии это недорого. Это спасает жизни. Поэтому мы массово начали настаивать на том, чтобы пациенты онкологически, генетологически прививались от пневмококковой инфекции. Это спасает их от этих страшных пневмоний, которые потом идут в различных сроках после химиотерапии. Вот это пневмококковая инфекция. Высевается пневмокок отвратительно, скажу честно. То есть, когда мы начинаем брать статистику по микробиологическим лабораториям, их высеваются единицы, в том числе в онкологии. Но это не значит, что его нет. Он очень чувствительный к температурным характеристикам. Он очень вредный в плане культивирования. Он очень требовательный микроорганизм. При этом он очень хитрый в плане своих факторов агрессии. То есть пневмококковые сепсисы это очень тяжелые неясные состояния. И вот верифицированная инфекция это вот эта верхушка айсберга. А вот это весь набор тех пациентов, которые с ним сталкиваются. Кто будет заинтересован, почитайте. Я специально сделал на слайде такую подборочку, начиная с 2010 года, консенсусов по инфекциям у пациентов иммунокомпрометированных. И это в частности и вопросы вакцинации, это вообще в целом вопросы инфекции у этих пациентов. У вас у всех есть на флешках насколько я знаю моя презентация, поэтому на досуге кому будет эта интересная тема почитать. Вот наши пациенты, наши онкологические, гематологические пациенты. Почему это важно в целом для всех? Потому что это популяционный иммунитет, потому что их много. Выживать стали, выживаемых стало больше этих пациентов, ремиссия стала дольше. Эти люди в обществе. Более того, я помню, что ко мне появился пару лет назад пациент после трансплантации костного мозга аллогенной, пациенту, у которого был изначально очень плохой лейкоз, с высоким исходным риском, к сожалению. Но вот аллогенная трансплантация ему помогла, он в стойкой ревуссии был. Задал вопрос, а можно ли мне сделать прививку от желтой лихорадки? Я говорю, а зачем? Он говорит, вот меня друзья позвали в Амазонию порыбачить. Мы летим в Бразилию, в джунгли Амазонии на рыбалку. То есть человек вернулся не то, что к полноценной жизни после лейкоза, а он хочет жить ярко. Он хочет ловить рыбу в джунглях Амазонии. Он заработал на это, у него есть средства, он чуть не погиб несколько лет назад, он выжил, и он хочет взять от этой жизни и все. Можно ли его в этом обвинять? По большому счету нет. Человек хочет жить и пробовать что-то новое. Ну и в данной ситуации мы решали вопрос, что делать с его прививкой против желтой лихорадки. Ну и таких людей все больше и больше. Мы видим, вот этот зонтик, и вот этот вот иммунокомпрометированный пациент, вокруг котлова должны быть все привиты. Это коконная вакцинация, о которой вы должны говорить. Когда вы лечите онкозаболевание, говорите не только с самим человеком, говорите с его родственниками. Обязательно придут люди и спросят, как мы можем помочь нашему родственнику. Они могут помочь вполне конкретно. Они могут сами привиться от пивмококовой инфекции, они могут привиться от гриппа, они могут привиться от COVID-19. И этим самым они уже помогут этому онкопациенту, создав вокруг него вот этот кокон, вот эти зонтики, они будут держать на нем зонтики. Поэтому это то проактивное состояние родственников пациентов, которое может быть полезно для врача. Ну, вакцинация в онкологии это достаточно интересно развивающаяся тематика, которой мы занимаемся последние годы. Это и тот вопрос, когда выбрать вакцину, в какой срок. Логично, что от блока химиотерапии чем больше проходит времени, тем более эффективна вакцинация. С выше года она эффективна очень хорошо. Но ждать не всегда можно. Часто болеют именно в первый год после блока химиотерапии. Т-зависимые антигены. То есть вакцины, которые формируют не только Б-клеточный иммунитет, не только антитела, но и формируют Т-клеточный иммунитет. Это тоже очень важно. Кратность. Некоторые вакцины приходится повторять чаще, чем у стандартной категории. Вот картинка. Иммунология. Вот Б-зависимые вакцины, примитивные, базовые. Полисахаридные часто их называют вакциной. Вот это Б-клетка, которая активируется с помощью этого полисахариды, стала активированной. И идет продукция соответственно иммунодобулинов М, пентомера. А вот более сложная картина Т-зависимых вакцин. Это конъюгат белка и полисахариды, которая есть и на Б-клетку, видите, Б-клеточная линия, и на антигенпрезентирующую клетку, которая в свою очередь презентирует ее Т-хелперной клетке и идет более сложный процесс с учетом активации Т-хелпера. И вот что важно. Вот это клетка конечная. Клетка памяти. Б-клетка памяти, которая впоследствии позволит получить более высокий уровень иммунного ответа и более объективный уровень иммунного ответа у этого пациента. Опять же, реакция трансмонтата против хозяина в гемотологии, продолжение иммуносупрессии снижают. Но не на все вакцины, на некоторые вакцины это не настолько значительно. В частности на пневмококкову и на менингококкову не настолько значительно. Когда меня спрашивают врачи-онкологи, а вот у нас есть пациенты, а на основании вообще каких документов мы можем их прививать где написано, что их нельзя прививать. Это пункт первый. Второе. Есть, по крайней мере, инструкции Минздрава и с моим авторством и с авторством коллег-гематологов, где четко прописаны, какие предлагаются календари по вакцинации пациентов в данном случае это были пациенты с гематологией. Вот это после ТГСК календарь предложен, где входит менингокок, грипп, гепатит B, дистилет-столбняк, полиомиелит, коклюш, генофильная инфекция, менингокок, КПК. Кстати, вот менингококковая инфекция крайне интересный вопрос. У нас же нет пока что в стране вакцины от менингококковой инфекции, но она появится. Когда-то было менинга А плюс С, два сиротипа, которые не очень распространены. Все ждали, когда будет менинга Б. И вот уже сейчас есть вакцины, которые зарегистрированы в ряде соседних страны будут у нас и есть те показания в онкогематологии, например, где без них фактически нельзя назначать специфическую терапию. Есть такое заболевание, весьма редкое, тяжелое, пароксизмальное ночное гемоглобинурия. И один из препаратов, который реально повышает выживаемость этих пациентов, это экулизумаб. И в инструкции по экулизумабу весьма конкретно написано, что риск менингококковых инфекций повышается в разы. И перед назначением экулизумаба пациенты должны быть привиты от менингококковой инфекции. Так делаются во всем мире. Вот интересно в Беларуси. Экулизумаб у нас уже появился. Некоторые пациенты получали экулизумаб, я более того скажу. А вот решение по вакцинации было крайне сложно. Но мы решили все-таки, и эти пациенты получили свою вакцину. Риски вакцинации. На сегодняшний день нет данных о повышении рисков отторжения, в том числе солидных органов костного мозга, РТПХ или рецидива основного онкологического заболевания при вакцинации. Вот то, чем мы занимались достаточно долго. Ношная мелома. Почему ношная мелома? Что это такой показательный момент в гематологии на сегодняшний день. Эти пациенты стали больше жить, их научились лечить. Еще 20 лет назад эти пациенты умирали в течение первых лет от основного заболевания. Их научились лечить, появились новые таргетные агенты, которые позволяют жить долго на сегодняшний день с меломой. Но платить за это приходится инфекция. Вот представьте себе цифру. Один из 10 пациентов с меломой умирает в течение 10 недель от начала терапии от инфекционных осложнений. То есть лечат миелому, пациент погибает от инфекции. Инцидентность инвазивной формы пневмококовой инфекции на 1000 человек лет. Общая популяция 0,15, лимфома Хошкина 0,9, не Хошкинская 1,7, хронический лимфолейкоз 4,3, любой другой лейкоз 4,1, миелома 11-22. Представьте себе уровень риска этих пациентов. Ну вот пневмококовая вакцинация в 2017 году были первые данные у пациентов на фоне гипогамма-глобулиномии. Причем у большей части этих пациентов она была ниже 4 грамм на литр. И сразу возникла вопрос зачем их вообще прививать, как они будут реагировать, какой будет эффект. Так вот, эффект был и в плане выбора была значительно показана конъюгированная вакцина. Вот эти новые агенты, которые позволили продлить жизнь пациентам с мунилогом. Ну, в частности, среди них это иксозамид, бортозамид, лимуидамид, бальдамустин. На сегодняшний день у нас уже есть опыт, этот опыт подтвержден и опубликован за рубежом, о том, что вакцинация между курсами, между блоками химиотерапии это весьма эффективный подход. Вот одна из наших работ, кстати, в увлекованных журнале «Вакцин», ведущий в мировом журнале по вакцинации, видите команду, которая начинается инфекционистом и заканчивается главным гематологом Республики Беларусь. И, в частности, интересный момент, пациенты, которые получали новые агенты, достаточно четкая разница те, кто был привит к невмококовой вакциной и те, кто был не привит в плане риска пневмонии. Причем это была вообще пневмония и все. Клиника рентгенологически подтверждена. Если перейти к частным вопросам, то при миелоидных оптимально до начала химиотерапии. Это идеальная ситуация, когда пациент может привиться пневмококовой вакциной до начала химиотерапии. Нужно ли делать отсрочку из-за этого? Не нужно. То есть, если уже времени нет, нужно начинать. Оптимально, когда до. А лимфопролиферативные тоже. Раньше, лучше. Между курсами повторной введения. Ретуксимаб, анти-CD20. Да, к сожалению, действительно, первых 6 месяцев после ретуксимаба вакцинация очень и очень неэффективна. Безопасна ли она? Да, безопасна. Проблемы в дискуссии. Вакцинация в онкологии до сих пор часто игнорируется профильными специалистами. По ряду вакцин не так много данных. Это вполне понятно. При этом эффективность основана на иммунологических коррелятах, которые сложно сопоставить в этой популяции. Сложно перенести с одной группы онкозаболеваний с различными типами иммунодефицитов на другую группу онкозаболеваний. Быстро меняется специфическая терапия. Надо переоценивать схемы вакцинации. Сложно сказать, как долго идет защитный эффект. Временные точки, когда выбирать, это продолжает изучаться. Ну и наиболее актуальный момент COVID-19. COVID-19 это онкология. Это данные еще итальянцев с первой волны, но у 20% кто погиб в первую волну от COVID-19 в Италии было онкологическое заболевание. Каждый пятый погибший в Италии в первую волну имел онкологическое заболевание. И значительное количество смертей от COVID-19 у онкогиума пациента было вызвано именно полиорганной недостаточностью, а не изолированной дыхательной недостаточностью. Вот мы видим с вами различия. Это китайские данные, опять же данные в основном основанные на первой волне. Мы видим с вами синие это пациенты без онкозаболеваний, зеленые это пациенты с онкозаболеваниями. Это вероятность Каплан-Майера по тяжелым исходам. Тяжелые исходы это вероятность ИВЛ или летального исхода. Насколько отличалось онкопациентам. 3,56 отношения риска. То есть в 3,5 раза выше если у пациента был онкозаболевание, попасть на ИВЛ или погибнуть при COVID-19 сравнивать с общей популяцией. Что делать в онкологии в период пандемии? Это тот вопрос, который задавали онкологи мне в прошлом году, когда шла первая волна и когда мы все эти моменты обсуждали. В первую очередь это приоритизация. То есть выбрать группы, где мы можем выполнить отсрочку специфической терапии. Это будет низкий риск осложнений. и там, где мы не можем выполнить отсрочку терапии, где нужно назначать сейчас. И вот примерно острые лейфозы и агрессивные лейфомы нуждаются в терапии именно сейчас. Несмотря на COVID, терапия должна быть назначена соответственно. Общие принципы. Внутривенные подхожные иммуноглобулины продолжаются по основным показаниям. Чрезмерная лекарственная профилактика, включая антибиотики и гранулоцитарные колонистимулирующие факторы не нужны. Вакцинацию продолжить против пневмококковой инфекции, против гриппа. Особенно в этот момент это важно. Почему не стоит усиливать антибиотики в эру COVID-19 в онкологии и гематологии? Давайте защитим, многие говорили, давайте назначим больше антибиотиков. Очень интересные данные. Это 90 пациентов после трансплантации костного мозга. И это риск инфекций, вызванных респираторными вирусами. И в частности по правую руку мы видим с вами насколько влияние антибиотиков повышало риск вирусных инфекций. Это кажется очень странным. Где тут вирусы, где антибиотики? Но оно все зациклено на кишечный микробиом, на легочной микробиом в основном. То есть избыточно назначая антибиотики пациенту, профилактически в том числе, вы повышаете его риск вирусных инфекций. Потому что его нормальный состав микроорганизмов погладает в том числе защитным эффектом. Вы его повреждаете, вы его уничтожаете по сути своей. И второй момент очень важный. Куда важнее контролировать основное заболевание. Куда важнее вовремя назначить специфическую терапию анкозаболевания. Потому что пациенты с контролем основного заболевания имеют меньший риск инфекции. Вот 479 пациентов с множественной миеломой. И мы видим здесь по данной ситуации, что в мультивариантной модели рецидив это конкретный риск, независимый риск инфекционного осложнения. Допматериалы к изучению. И в частности инструкция по применению утвержденная Минздравом и пособие есть. И вот одна из книг, которую нам довелось издать в Великобритании по вопросам инфекции в гематологии. Ну и я буду очень рад, если данная тематика она будет поднята и заинтересована не только в отдельных центрах и в целом по стране. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Игорь Олегович. Да, конечно. Спасибо. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Пока идет посев и вы думаете, что там грибы. Знаете, никогда нельзя говорить о том, что любой микроб может вызвать любое заболевание. Нет такого. Давайте все чаще возвращаться к постулатам КОХа, что все-таки у микроорганизмов есть специфические характеристики и специфические формы заболевания. Так или иначе, даже в онкологии. И вот то, что я показывал, вот эти диагностические критерии. Вы в первую очередь думаете, а что же это за состояние? А какой там локус? От чего вы пляшете? Поврежден ли это легкое? Если какой-то очаг на легком, вы же можете быстро сделать визуализацию. И этот очаг не вписывается, но думайте о спергелезе. Если состояние пациента с наркотерапией не меняется, вариконазол это выбор. Если у вас идет состояние какого-то энтерита, энтероколита, состояние не меняется. Давайте думать о кандидемическом происхождении процесса. Если у вас идет синус, надо искать и вовремя успеть сделать визуализацию синусов у этих пациентов. Мы тоже думаем о спергиле или мокромикоз. И опять же, вот эти вещи и шаги действий их надо делать еще до получения пассива. Но когда вы абсолютно запутались, и у вас вообще нет ничего, кроме того, что пациент лихорадит, лихорадит на антибиотиках, во-первых, надо вспомнить, что не каждая лихорадка, онкологи должны знать лучше меня, является инфекционной. Значительное количество случаев лихорадки у онкологических пациентов не связано с инфекционными агентами. Поэтому каждый раз надо думать, а инфекционная ли эта лихорадка вообще? Потому что на грибы списывают все то, что есть неясно у тяжелых пациентов. Я вам больше скажу, пациент перед смертью в реанимации коморбидный пациент, тяжелый пациент, на каком-то этапе грибковая инфекция присоединится, это может быть за два часа до смерти. То есть пациенты умирают нестерильно. И онкологические пациенты умирают нестерильно. У всех из них на последних моментах жизни есть инфекционные компоненты. Ваша задача вовремя сработать эмпирически. То есть подумать о том, какие есть сигналы. Резистентность в отделении, что растет, много ли там аспергилл. Кстати, очень интересная тема, это даже тема для диссертации, я думаю, даже по организации здравоохранения. Насколько сочетается активность ремонтная в онкологическом стационаре и частота инвазивных аспергилл заплежки. Вот из моей практики, как только недалеко от отделения гематологии начинают ремонтировать блок, начинает нарастать число инвазивных аспергилл. Взвесь вот эта, которая начинает так или иначе летать рядом. Но очень часто там аспергилл. Очень часто цветочные моменты. Почему грамотные заведующие отделениями не пускают родственников с цветами, с живыми цветами, мертвыми в отделение пересадки костного мозга. Никогда не пустят. Потому что как только начнут пускать, там поплывет вверх число аспергилл. Это все моменты надо знать. Более того, инфекционные болезни это вообще как театр. Знаете, если висит ружье на стене, оно однажды выстрелит. И когда сдают экзамены, в частности в США, экзамены известные United States Marical Isis and Examen, там очень много таких вот точек, которые фиксируют и клиническое мышление должно фиксировать. Вот если неожиданно на клиническом случае рассказывается, что у пациента в подъезде живет любитель, который разводит голубей, наверное, это к чему-то было сказано. К чему он разводит этих голубей, где-то там ходит, этот пациент проживает с ним в одном подъезде. В чем связь? И сразу у человека, который глубоко знает инфекционные болезни, выскакивает один раз в будильник. Давайте сейчас попробуем. Какие мысли? Говорите, не стесняйтесь. Лучше сказать ошибиться, чем не сказать. Кто? Не, не пситокоз. Это тоже самое орнитоза и пситокоза. Это, кстати, грибковая инфекция. Сейчас вы про грибы спросили. Голуби, грибковая инфекция. Умно-компульсивных пациентов вызывает. Пациентов с лучшим текцией часто. Черная плесень это мукромикоз. Это так по-народному называют мукромикоз. Вот эти случаи в ковиде в Индии это по-футе мукромикоз. Менингит чаще всего вызывает от возбудителя. Сирозный менингит. Дрожжевой гриб. Близок к кандиде. Очень похож, конечно. Но не кандиду. Да, да. То есть он он взвесь, голуби, голубиный помет, высокая концентрация, ингаляция, диссеминация и менингит чаще всего. Еще мысли. Очень похож он, кстати, на кандиду внешний, дрожжевой гриб. Но окраска там особая, чтобы в ликваре его появились. У этого пациента обычно ликвара очень много. Их функциируют по 8-10-12 раз в день. Потому что гиперпродукция ликвара дикие головные боли. И он просит тебя сам. Это тот случай, когда пациент просит тебя сделать его меммальную кубу. Как еще раз? Нет. Криптококк. Криптококковый менингит. То есть, видите, здесь вот, если где-то было сказано, что там голуби в больших концентрациях, ищите возбудителя криптокока. Потому что голубиный помет. Ну и так далее. Я сейчас могу несколько таких редких примеров привести, которые должны включаться в голове у этого грамотного врача. Ну вот, например, ваш пациент в ремиссии онкозаболевания увлекается, у него сад, увлекается садовничеством, выращивает розы, цветы разные у него в саду, ему это нравится. И вот он ухаживает за розами. У него розарий гигантский. И он обращается к вам с тем, что у него в районе запястья незаживающая язва. Язва размером 3 на 4 сантиметра. Крупная достаточно. И общий симптом интоксикации появился. Какие мысли? Это не коты, это розы. Видите, как интересно? Сейчас играют мозгобойные есть такая игра. А вот вы попробуйте что-нибудь такое придумать в плане медицины. Вот повыдергивать такие сложные случаи, где висит ружье на стене и должно быть что-то щелкнуть в голове. Вы запомните на всю жизнь ответить на этот вопрос. Спаротрихоз есть такое заболевание, которое четко возбудитель колонизирует шипы роз. И после укола шипом розы у пациента иммунокомпрометированного будет развиваться спаротрихоз. То есть это проникающее ранение кожи шипом. Поэтому онкопациентам родственники не только чтобы цветы не носили, но преимущественно, чтобы розы не носили вообще. Потому что не дай бог он будет выписываться по поводу выхода в ремиссию, получит букет красных роз, уколется этими красными розами и потом через месяц к вам вернется с изоживающей язвой, которой еще достаточно сложно лечить. вот такие интересные примеры. мы поняли, что онколог не должен оставаться только лишь онкологом. Онкология на самом деле мультидисциплинарная, мультимодальная дисциплина, где нужно быть отчасти терапевтом, инфекционистом и многие-многие специальности в себе объединять. И сегодняшняя Олега Игоревича наверное подвела итог нашей пятидневной совместной школе, где мы видели проблему и гематологии, и онкологии в различных ее сферах проявлениях. Ну и сейчас поняли, что действительно онкология это мультимодальная дисциплина, которая должна в себе объединять различные знания, но и самое главное взаимодействие между различными специалистами различных специальностей. Игорь Игоревич, еще раз большое вам спасибо за подготовленную вами лекцию. Наверное, сегодня самый, повторюсь еще раз, грустный день на протяжении школы. Сегодня она заканчивается. Она была насыщена, и было очень-очень много интересного. И позвольте, пожалуйста, предоставить слово Игорь Викторовичу Михайлову, заведующего кафедры онкологии, той кафедрой, которая всех нас объединила, на которой мы все собрались, на которой мы все месяцы с вами провели все пять дней. это первое для нас это первое для нас такое мероприятие. мы хотели сделать, чтобы это было не просто познавательно, но интересно для присутствующих. Самое главное было не дать, скажем, знания, которые все визитуют, это тоже важно, заинтересовать эту проблему, чтобы, занимаясь такой неформальной обстановкой, без всякого напряжения, вы просто спокойно вникли какие-то интересные моменты и, возможно, сделали для себя выбор в будущем и сделали онкологию своей будущей специальности. Ну, насколько у нас получилось это судить вам, мы старались, по крайней мере, сделать для вас это интересным. Хочу благодарить участников всех, ну и, конечно, преподавателей, которые участвовали за очень хорошие лекции, благодарить хочу участников за проявленный интерес и неутомимость. Вы тут, в общем-то, только утром вставали и к вечеру рассказывали для подушников того, может, ольга нести и падали и засыпали сразу. Я думаю, что вам должно быть мне кажется, что понравилось. Благодарю вас за активное участие в этом мероприятии. Надеюсь, что вы в дальнейшем будете провести интерес такого рода формы. Ну и желаю вам выбрать профессию для себя и добиться ему успеха. Спасибо большое, Игорь Викторович. Всегда нам важно, ценно иметь обратную связь. Нам всегда интересно узнать, что думаете вы, наши гости. Александр Соболь, участница от Грозенского Миссисского университета. Пожалуйста, пару слов по Александру Учкову. Я надеюсь, вам сказано о том, участки этого проекта и было очень трепетно, скажем так, ехать сюда. Мы не знали, чего ожидается. Это проект впервые был существом Республики. Могу сказать спасибо огромное мне, что дали добро этому проекту. Потому что, скажем, те эмоции, те знания и тот опыт, который мы отсюда увозим, мы будем использовать в течение всей нашей жизни последующей, на практике. Мы много не научились и могу сказать, Игорь Викторович, что нам было очень интересно, особенно в таком достаточно необычном формате огромное спасибо спонсорам Токе, Дорож, руководствам всего Гомельского государственного университета и лекторам за то, что нам было так интересно. Вы нас сплотили. Эти связи, я думаю, мы будем нести долго и будем с удовольствием пересекаться еще за пределами подобных проектов. Очень хотелось бы повернуться сюда еще раз, не только, возможно, еще раз на второй этап школы физической онкологии. Я обязательно желаю всему университету перспектив, новых инноваций, дальнейшего развития. Была рада повнакомиться с Гомельским государственным медицинским университетом. Везу огромнейший фидбэк в свой Гродницкий медицинский университет. Спасибо вам огромное. В любом случае это было очень приятно и я желаю этому проекту дальнейшего развития, активного участия, и чтобы это было выведено на международный уровень и, возможно, на дальнейшую республиканское обмен опытом. Спасибо. 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 У вас задержите наши полы и сертификаты. Я пару слов скажу с вашего позволения. Мне очень приятно было наблюдать за тем, вы заинтересованы. И ведь это не столько о знаниях. Знания это очень важно. Но это тот один из первых опытов совместной работы и налаживания хороших академических связей. Потому что, уважаемые друзья и коллеги, нам здесь работать в этой стране дальше, будущее за нами в этой стране, те школы, которые созданы, они будут продолжаться. И я бы очень хотел пожелать всем участникам настоящей школы, чтобы прошли небольшие годы, и вы приехали к нам на конференцию, вы приехали к нам с готовой кандидатской диссертацией на оппонирование, вы пригласили кого-то из наших молодых коллег к вам выступить, чтобы эти связи, эта дружба продолжилась. Потому что наука это не только получение новых академическими контактами. И мы ждем вас у себя снова в гостях и надеемся, что также вы нас будете приглашать. Поэтому я хочу вас еще раз поздравить с завершением этой прекрасной школы, первой в республике. Я надеюсь, что эта прекрасная традиция продолжится и дальше. Ну и сейчас самый прекрасный момент награждения. Позвольте озвучить участникам. К сожалению, сегодня у нас до сегодняшнего дня остались не все участники, которые были изначально заявлены, а остались только участники из Гродно, из Минска и из Гомеля. Ребятам из Витебска, из Минска уже было вручено. Ну вот, ребятам из Гродно, Соболь Александра Анатольевна. Капчук Светлана Викторовна. Ребятам из Гомеля Головач и Александр Алексеевич. Акимов Николай Дмитриевич. И королевка Никитарина. Также позвольте сказать слава благодарности Организационному комитету, векторам, в частности Громыха Наталье Леонидовне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это те люди, которые помогали организовать, собрать Михаила Владимировича. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Иванову Сергею Анатольевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тачихина Владимира Валентиновича, Деревянка Елене Федоровне, всем тем, кто вложил частичку себя в эту школу, каждый из вас привнес свою инновацию, что-то новое в эту жизнь, в эту работу, в эту школу. Конечно же, работа школы не могла состояться и быть организована на высоком уровне без наших ребят из Организованного комитета. Сейчас я смогу подарить Ферлова Анастасиевна. Для ребят на память всем, кто очень сильно помогал. Гришечка Новичевна. Биздому Илье Андреевичу. Вне Стерову Владиславу Владимировичу. Ребята с утра до вечера постоянно были в контакте с нашими гостями, встречали Ахвазимичу, Василия. Всегда волновались. Ну и, конечно же, голодчику Владиславу Станиславовичу не сидать не знал, но я думаю, что ему мы обязательно передать. Я обещал, что сегодня будут небольшие сюрпризы. Позвольте, пожалуйста, выразить слова благодарности и передать большой-большой привет университетам. В частности, ректорам, потому что одной из функций школы это было укрепление междисциплинарных, межгузовских отношений. Поэтому, ребята, позвольте, пожалуйста, угрозно передать сертификат, который вы обязательно передадите вашему ректору. Обязательно такие же самые сертификаты с Игорем Олеговичем в начале. Конечно же, такие сертификаты в обязательном порядке приводят в Витебские или Минские университеты. Богомоу, Богомоу, Игорь Олегович, вы передали привет всем. Позвольте, пожалуйста, вам очень маленький гостей, я надеюсь, что это будет первая статуэтка. Спасибо вам. Спасибо. И что, школа закрыта? Всем спасибо. Спасибо вам. Спасибо за нашу помощь. Спасибо всем. Спасибо.